Добрый вечер! Здорово видеть людей, которые... Вижу, что пришли на все наши мероприятия. Это очень приятно. И вижу новые лица. Мы рады вас приветствовать. Сегодня у нас проходит класс нашего преподавателя из мастерской индивидуальной режиссуры Урия Гершовича. И вся вот эта сессия открытых классов проходит в рамках компании «В мир 5». Мы набираем новый курс. Информацию вы можете увидеть на флайерах. Мы это сделали, чтобы вы могли прийти, познакомиться с нашими замечательными преподавателями и понять, как это здорово учиться у нас. А сейчас я передаю слово Ури и наслаждайтесь этой замечательной лекцией. Спасибо. Всем привет еще раз. Ну, на самом деле, сегодня я, если правильно понял, жанр моего выступления – это своего рода презентация некого курса, который, возможно, некоторые из вас, кто поступит в «Мир 5», будет слушать. И понятно, что сегодня по необходимости, если это презентация, то сам жанр презентации обязывает меня что-то такое поверхушкам что-то потрогать, что-то показать, ну, дать представление о том, в чем же, собственно говоря, будет заключаться этот самый курс. Я его назвал «Логика текста», и, наверное, это название, оно нуждается в прояснении некотором. Хотя, в общем-то, если начать прояснять это название, то можно, в принципе, потратить все время, как раз, которое нам отпущено. Поэтому я постараюсь это сделать более-менее кратко, но по необходимости не основательно, что ли. Дело в том, что вообще все, что связано с текстом, с языкознанием и так далее, естественно, уходит корнями в античность, в античную культуру. И, например, под логикой, ну, совсем, если в общем представить себе то, что понимал, предположим, Аристотель, это способы, с помощью которых мы конструируем те или иные высказывания. Ну, он их называл силогизмами. То есть это, на самом деле, то, каким образом строится высказывание. Для разных целей, на самом деле. Потому что в органон Аристотеля входили, в логический органон, те произведения, которые были восприняты как логический в дальнейшем и средневековой культурой. Входили и риторика, например, и диалектика и так далее. И силогизмы различные, да, они строятся в зависимости от того, какую цель мы преследуем. То, что мы с вами сегодня понимаем под логикой, это логика, которая ориентирована на конструирование истинных предложений. То есть логика занимается конструкцией истинных предложений, отличая их от предложений ложных. И мы можем представить себе целый ряд правил, с помощью которых мы можем истинное утверждение составить. То есть вот этот, собственно говоря, как это делается, то есть это каковость, извините за такое слово, но оно на самом деле хорошее, вообще-то, если так не обращать внимания на оттенки. Вот эта каковость, это и есть, собственно говоря, предмет логики. То, каким образом, как построить предложение, чтобы оно было истинным в одном случае, в другом случае воздействовало на слушателя, в третьем случае помогало в дискуссии, например, если говорить о диалектике. С другой стороны, можно назвать еще целый ряд сфер, которые, вообще-то говоря, входили, например, в средневековье, они входили в грамматику вообще, в учение языка. Это, предположим, семантика, это, предположим, герменевтика или экзегеза. И, в общем-то, поскольку я собираюсь на том курсе, который, возможно, будет у вас представлен, заниматься текстами, то, вообще-то говоря, наверное, надо было не мудря и не морочить никому голову просто сказать, что мы занимаемся герменевтикой. Чем занимается герменевтика? Герменевтика занимается истолкованием текстов. Ну, то же самое, что и экзегеза, да, то есть оба слова, греческие и экзегеза, и герменевтика имеют греческое происхождение, и, в общем, и то, и другое значение этих слов — это объяснение, истолкование текста. Но так сложилось исторически, что экзегеза — это, скорее, само объяснение, а герменевтика больше правила истолкования, да, или то, что связано с неким набором правил. В этом смысле герменевтика, как вы видите, если говорить о том, как, да, то, наверное, герменевтика ближе к тому, что я назвал логикой. Но при этом, когда мы говорим о грамматике, о языкознании и так далее, то чаще всего речь идёт не о тексте, да, то есть это не текст, это более мелкая единица языка, это чаще всего предложение, да, то есть мы можем анализировать грамматически, как устроено предложение, синтаксис предложения, и так далее, логику его. А вот экзегеза и герменевтика, они занимаются текстами. При этом, если предположить, а я такое предположение, в общем-то, сделаю только чуть позже и попытаюсь его обосновать, если предположить, что мы имеем дело с осмысленным текстом, то тогда, с одной стороны, мне необходимо этот текст истолковать, и тогда я буду заниматься герменевтикой, то есть истолкованием этого текста, поиском смысла этого текста. А вот если я захочу узнать, а как же этот смысл построен, то есть как текст меня приводит к этому смыслу, вот эту штуку я называю логикой текста. Объяснил или нет? Ну, понятно, в общем, более-менее получилось. Ну, несмотря на то, что я объяснил, я все-таки проиллюстрирую это на неком таком примере, да, небольшом. Ну, предположим, у нас, мы слышим на вокзале объявление «Скорый поезд Москва-Брянск отправляется в 19 часов 45 минут». Ну, все нормально. С точки зрения, как бы, семантики, предположим, да, мы бы выясняли значения слов, которые входят в это предложение. С точки зрения риторики, ну, мы бы обсуждали то, каким тоном произнесено это объявление и что оно, собственно говоря, мне говорит, да, ну, то есть надо поспешить или что-то в этом роде. Например, если бы было добавлено «пассажиры, срочно там подойдите на платформу». С точки зрения логики, предположим, если логика в адвудском смысле слова, да, то я бы проверил истинность этого предложения. А действительно ли стоит «Скорый поезд Москва-Брянск» на вот таком пути, о котором нам сообщили. В этом смысле экзегету, предположим, или герменевту делать с этим предложением особо нечего. Предложение понятно. Теперь представим себе, что объявление звучит следующим образом. «Скорый поезд Москва-Брянск справляется с такого-то пути в 19.45 срочно освободить вагоны». Ну, тут мы бы задумались, да, почему срочно освободить вагоны. Вроде наоборот, нужно залезать в вагоны, а не освобождать их, да, то есть и тогда мне, у меня появляется определенного рода загадочность. Это что? Что мне делать, да, то есть куда бежать, какие вагоны освобождать, и к кому обращено это объявление. Если, например, добавить еще, ну, предположим, да, что это объявление звучит следующим образом. «Скорый поезд Москва-Брянск» или «Скорый поезд теперь не Москва-Брянск, а предположим, у него название «Конвой». «Скорый поезд Конвой» отправляется с платформы номер 5.19.45, просьба освободить вагоны. Тут мы немножко могли бы уже напрячься, конвой какой-то появился. Этот конвой — это название поезда или это действительно конвой, который идет? И может быть в предложении, в этом объявлении пропущены какие-то слова и так далее. Здесь как раз возникает то, что требует работы Герминефта или работы Экзегета. Появляется своего рода загадка определенная, и тогда я задаю себе вопрос, а что же, собственно говоря, здесь сказано. На самом деле у меня получился, в отличие от первого объявления, у меня получился мини-текст. И этот мини-текст нуждается вот с одной стороны в работе толкователя, а с другой стороны после того, как я выяснил, а что же он мне хочет сказать, тут масса могут быть вариантов, да, вы сами можете додумать, что же здесь такого интригующего, почему нужно освобождать вагоны или что-то пропущенное и так далее, почему объявление было сформулировано именно таким образом. То есть если я, предположим, имею некое доверие к тому, кто объявляет, зашкаливающее доверие, то я пытаюсь выяснить для себя, с какими средствами он, собственно говоря, сообщил мне то, что он хотел сообщить. Предположим, что мы выяснили, что он хотел сообщить. Вот это то, какими средствами он хотел или выразил свои мысли, есть то, что я называю логикой текста. Теперь я объяснил второй раз, да, всё то же самое, но с примером. Значит, то, что мы сегодня попробуем сделать. То есть я в двух словах скажу о том, что, естественно, в такого рода курсе, да, если мы говорим, собственно говоря, о том, каким образом строится смысл текста, то, естественно, мы будем говорить, вымужденно говорить о герменевтике, да, то есть об истории герменевтики, истории толкования текстов, которые являются частью этого курса, не всем курсом, да, то есть логика текста — это нечто следующее, но, тем не менее, о герменевтике текста мы должны говорить. И здесь я в качестве такого предварительного слова скажу, что разделю этапы развития этой, скажем так, науки или дисциплины на несколько, да. То есть у нас есть период античности, и в основном те тексты, которые подвергались толкованию, это, например, поэмы Гомера. Ну, а если говорить о европейской культуре, то это, естественно, библейский текст и всё, что с ним связано, да, то есть мы имеем длинную традицию истолкования библейского текста, начиная от, там, предположим, Филона Александрийского, текста которого мы, я в частности, принёс, и мы на него посмотрим, как он устроен, и до, ну, предположим, спинозы. Да, то есть есть довольно большой период, период, который можно назвать библейской экзегезой или герменевтикой, иудеохристианской. Здесь сразу же я скажу, что подход к сакральному тексту, то есть к библейскому тексту в иудейской культуре и в христианской культуре радикально отличается один от другого. Это не всегда, на первый взгляд, можно заметить, но в рамках этого курса, сегодня я этим не буду заниматься, но в рамках этого курса я постараюсь показать все отличия того, каким образом подходят к этому тексту еврейская культура и христианская культура. И мы имеем вот такой длительный период с определёнными методами, они более-менее сложившиеся. Эти методы можно назвать, ну, если совсем-совсем широко и не пытаться входить в детали, это методы олигорезы в христианской экзегезе, в еврейской, это несколько иные методы, тоже не буду сейчас на них останавливаться. Всё это, такого рода подход к тексту, вот у нас большой период, да, начиная с начала века до Спинозы. Спиноза в своём богословско-политическом трактате предлагает некий новый подход. Этот новый подход заключается в том, что для того, чтобы истолковать текст, он говорит о том, что текст мы должны изучать как явление природы, так же, как мы изучаем явление природы, так же и текст является в каком-то смысле объектом изучения. Для этого нужно выяснить досконально язык, на котором он написан, и исторические условия, в которых он был создан. То есть, по сути дела, Спиноза закладывает основу того, что будет называться в дальнейшем историко-филологическим подходом, да, то есть необходимо выяснить исторические обстоятельства, хорошо знать филологию языка, и тогда мы сможем понять, что же авторы текста вкладывали в него и что они хотели этим текстом сказать. Правда, естественно, здесь нужно заметить, что когда мы дело имеем с библейской экзегезой, то здесь получается сверхъестественная некая задача, да, то есть мы должны понимать, что перед людьми, которые этим занимались, это сакральный текст. То есть я сказал о том, что мы должны, если я очень сильно доверяю человеку, который даёт железнодорожное объявление, да, то в любом случае автору библейского текста доверие было ещё большим. И поэтому ни о каких случайностях или недопонимании или ошибке или ещё чем-то таком речь идти не могла. И в каком-то смысле это сформировало определённого рода подход, и как раз об этом я, может быть, чуть позже скажу, когда мы будем иметь дело с конкретным примером. Можно сказать, что следующим этапом развития герминевтики является условно, опять же, потому что на самом деле не только этот человек, которого я сейчас назову, внёс серьёзную лепту в развитие герминевтики, но он в частности с его именем связывает это развитие, это Шлейермахер. Шлейермахер, который написал, в общем-то, несколько герминевтических работ, то есть работ, которые, по сути дела, превратили герминевтику в отдельно взятую науку. То есть это уже подход, который выделяет герминевтику как отдельную дисциплину, и, наверное, тоже не буду я сейчас пытаться на одной ноге вам рассказать, в чём, собственно говоря, подход Шлейермахера. Это я просто показываю те этапы, которые мы в рамках нашего курса должны будем пройти. Шлейермахер, затем Дильтей, это определённая традиция, традиция, которая, по сути дела, утверждала возможность психологически погрузиться в, условно, шкуру автора и таким образом понять произведение. То есть это тоже определённого рода стратегия, которая существовала на протяжении 100-150 лет. Ну и дальше, следующим, наверное, этапом таким очень важным является начало XX века. Ну и вообще XX век привнёс в исследование текстов очень много, но, наверное, такой вот главный ход, который в каком-то смысле был противоположен Шлейермахерской и Дильтеевскому подходу, это подход русских формалистов, который затем плавно перешёл в подход структуралистский. Например, работа Шкловского «Как сделана Шинель», она в каком-то смысле близка к тому, что я говорил о логике текста. То есть это вопрос не о том, что автор вкладывал в то или иное своё произведение, или как автор себя чувствовал, когда он писал это произведение, в каком он находился настроении, в какой эпохе жил, и как, собственно говоря, выражал свои мысли. Как бы фокус формалистов заключался в том, чтобы показать, каким образом текст работает независимо от автора, то есть какие механизмы внутри текста обеспечивают смыслостроение. И вот вскрытие этих механизмов, собственно говоря, и было их задачей. И в дальнейшем с появлением структурализма все эти, в том числе наработки формалистов, наверное, вы слышали о Проппе, который анализировал волшебную сказку, структура волшебной сказки, известное произведение, тоже об этом мы наверняка будем говорить в нашем таком курсе, если он состоится. И с появлением структурализма, как явление, может быть, философского, появилось большое количество способов, работ, попыток вскрыть смысл текста, который в каком-то смысле не зависит от автора. И структуралисты, они, в общем-то, на самом деле действительно близки вот к тому, к той задаче, о которой я говорил. То есть то, что я назвал логикой текста, можно с успехом приписать работе структуралистов. Есть такая работа Барта, Ролана Барта, которая так и называется «Структура повествовательного текста», где он пытается выделить единицы, из которых строится текст. Он тоже говорит о том, что лингвистика и грамматика имеет дело в основном с предложениями, да, то есть это на самом деле тот объект, которым имеет место наука языке, а вот текст — это нечто более сложное, и необходимо выяснить те элементы, из которых строится текст, как текст, собственно говоря, нам передает свой смысл. И вот эта работа, она является важной для структуралистской эпохи. Ну, после структуралистской эпохи вы тоже, наверное, все знаете, слышали, мы сейчас живем в этой эпохе, да, она так и называется, постструктуралистская. И здесь, с моей точки зрения, есть некая очень серьезная и опасная тенденция, как бы вот такая постмодернистская. Мы знаем, например, работы Деррида, которые связаны с понятием деконструкции, да, но деконструкция, она предполагает наличие некой конструкции, да, то есть все, что было сделано постструктуралистскими авторами серьезными, оно касается в том числе анализа структуры текста тоже. То есть утверждение постструктуралистское, оно состоит в том, что на самом деле ни одна структура не ухватывает целиком значение текста. Что на самом деле текст, устремляясь к своему значению, вообще-то говоря, его не достигает. Он на самом деле имеет целый спектр самых разных значений. И вот разоблачение этого стремления, а иногда стремление, которое на самом деле оказывалось противоположным, декларируемому, это и есть, если говорить очень коротко, идея деконструкции. Но при всем при том, что да, действительно, это очень правильное и точное наблюдение, в особенности, если речь идет о текстах художественных, хотя на самом деле деконструкцию, как вы знаете, Дорида применял не только к текстам художественным, но и, например, к Конституции США, да, то в общем, действительно, в этом есть очень мощная и интересная идея, которая, с моей точки зрения, она в нашу эпоху, она как бы профанировалась и превратилась в некое размытое такое представление о том, что у текста, ну, очень много смыслов. Ну, сколько читателей, столько и смыслов. Каждый читает по-своему, каждый видит то, что он хочет. И, в общем, так и было все задумано. И вообще все тексты говорят обо всем. Ну, вот кто что увидит. Вот эта тенденция, она мне представляется очень опасной для культуры в целом и, ну, неким таким вырождением, декадансом, можно сказать, да, современным. И поэтому на нашем курсе я попытаюсь с ней бороться, с этой тенденцией, да, и попытаюсь продемонстрировать, что, например, тот же самый Дорида был совершенно изысканным экзегетом или герминевтом, который прекрасно понимал структуру текста и выявлял ее. Просто он к этому добавлял, как философ, то, что пойманный нами смысл ускользает. И это правда. Ускользает. Я как раз сегодня прочитал перед нашей лекцией замечание о моем. Я работаю в Еврейском музее, и там провожу курс такой уже почти третий год, который называется «Два с половиной смысла. Кино как текст», где пытаюсь анализировать кинофильмы. Кинофильмы, кстати, в нашем курсе мы тоже будем этим заниматься, анализировать кинофильмы. Я в скобках вам поясню, на самом деле, почему кинофильмы, почему, например, не тексты. Потому что тексты никто не прочтет, а кино все посмотрят. Только поэтому. Не потому что я любитель кино или что-то в этом роде. Но в кино люди приходят, смотрят, и все, как бы, карты разложены, можно начинать анализ. А если сказать, ну, прочтите Лолиту Набокова, придут, ведь никто не прочтет. Ну, или будет так, что-то помним, что-то не помним. У каждого что-то такое осталось. Поэтому кино в этом смысле удобно для подобного рода анализов. Так вот, я сегодня в Фейсбуке прочел, что одно из обсуждений, действительно, недавних, оно проходило без меня. И наша такая постоянная посетительница семинара, она пишет, что и, к сожалению, правда, она пишет, к сожалению, видимо, я приучил, к сожалению, не было однозначности, которую придает прочтению Ури. В этом смысле я еще, конечно, с ней поговорю, да, то есть я не пытаюсь придать однозначность. Но я пытаюсь выявить то, что называется семантическим ядром текста. Но признаю при этом, что действительно художественный текст этим не исчерпывается. Он не исчерпывается этим, но без этого невозможно понять, куда он меня ведет. Потому что на самом деле он меня может вести в самые разные действительно стороны, но совсем не в любые. То есть он, например, вот тот фильм, который вы смотрели, это «Сокрытая Ханеки». То есть это, например, не про феминизм. Хотя наверняка найдутся интерпретаторы, которые увидят там в том числе феминистский смысл, но это не про это. Ну, это как бы в скобках, да. То есть поэтому с моей точки зрения, и как бы это важно, мне кажется, для современных людей, занимающихся искусством в том числе, почему это, может быть, наиболее важно для людей, занимающихся искусством, потому что, с моей точки зрения, понимание того, что любой стоящий текст, он, вообще-то говоря, построен, у него есть определенная логика, у него есть определенного рода конструкт. И если я этого не делаю, то я не создаю текст. Это безответственное высказывание. Это, ну, что-то такое, что можно, конечно, говорить о потоке сознания, мы будем говорить, да, и будем говорить о, предположим, Бретоне, да, и его последователях, о сюрреалистическом письме и так далее, и о важности этого самого сюрреалистического письма, и что оно в себе несет. Но в любом случае все эти явления, они отнюдь не означают то, что я, в принципе, ну, как бы не задумываясь о том, что я делаю, что-то такое я делаю, а получается хорошо. Ну, такой талантливый я. Да, можно так сказать. Что-то такое набросал, как-то получилось, и все замечательно, и вышло отлично. Ну, я не знаю, возможно, что такое и происходит, не исключаю. Но, в общем-то, как бы вся культура до постмодернизма, она приучает к тому, что, в общем-то, для того, чтобы что-то состоялось, нужно это построить. И вот, собственно говоря, правилами построения, или то, каким образом я могу добиться определенного рода эффекта или определенного рода смысла, привести к определенного рода смыслу, сделать это так, чтобы это было не банально, сделать это так, чтобы это было не плоско, и так далее, и так далее. Это как раз и есть, собственно говоря, то, что связано с логикой текста, и в том числе с искусством герминевтики, потому что, если я не обладаю этим искусством, то я, собственно говоря, не понимаю, как строится текст. Занимаясь герминевтикой, я имею дело со сложными текстами и вижу, как они устроены. И в этом смысле, хочу я или не хочу я, наверное, я буду каким-то образом подражать этому, хотя бы не стилистически, но с точки зрения структурной. Ну вот, это, собственно говоря, такое предисловие общее, заодно с такими вехами, вехами развития герминевтики от филона Александрийского и такой библейской олигарезы до деконструкции, которые, вы видите, их не так уж много, этих этапов, но, тем не менее, каждый из них, особенно то, что происходило в 20 веке, оно очень насыщенное, имеет очень много разных преломлений. Ну, теперь как бы мы можем посмотреть несколько примеров. Примеров того, как, с одной стороны, это будут примеры герминевтических усилий, а с другой стороны, это будут и примеры того, как мы можем, собственно говоря, истолковывать те или иные тексты. Ну, первый из них — это, как я уже говорил, филон. Здесь небольшой отрывок из его трактата о сотворении мира, и мы не будем его читать весь, да, то есть вы можете потом более подробно его почитать, но важно здесь следующее. Важно то, что филон читает историю, историю изгнания человека из Эдемского сада. Ну, казалось бы, в этой истории нет ничего сверхъестественно сложного вроде бы, да, ну, то есть мы все ее помним, правда же, не надо ее пересказывать, вы все помните историю мужчины в Эдемском саду, женщины, змей, соблазнения, соблазняют сначала женщину, потом женщина предлагает мужчине, и получается, что они нарушают некий завет. Но само предположение филона о том, что это не книжка, которая написана для того, чтобы развлечь, то есть это книжка, которая написана для того, чтобы научить, это книжка, которая, вообще-то говоря, должна показывать какие-то глубины мироздания, космоса, человека и так далее. Он переносит все это действие в пределы души. Видите, это второй абзац. И вот он, Бог, подобно суде, стал смотреть, к чему же душа будет склоняться. То есть, по сути дела, он видит эту историю как историю испытания души, созданной Богом. Ну и к чему она будет склоняться? Понятно, да, у нее есть несколько составляющих у этой души. есть составляющие, которые можно было бы назвать разумением, есть составляющие, которые можно было бы назвать чувственностью или обращением к чувственности. И посмотрите, в конце первой странички он говорит, все это не мифические выдумки, любезные роду поэтов и софистов, а типологическое изображение, заставляющее обратиться к аллегорическому столкованию для уяснения подразумеваемого. То есть по сути дела он говорит о том, что эту историю вот рассматривать, ну то, что я сказал, да, что это не просто история, а история, которая вообще-то говоря рассказывает о чем-то гораздо более весомом, нежели просто история о двух людях, которые оказались в Ведемском саду. Ну и последний, собственно говоря, абзац, да, к мужчине наслаждение не осмеливалось приступать со своими обманами и ложью, потому что мужчина, он репрезентирует разумение, да, а наслаждение тогда это как раз и есть змей. И вот наслаждение к такой разумной части души не рисковало приступить. Приступать же к женщине и уже через нее к нему вполне для него свойственно и удобно. То есть мы неожиданно оказываемся в области такой квази-психологии, да, когда понятно, что наслаждение, оно не с умом заигрывает, вроде бы, да, а с чувством. Ум в нас играет роль мужчины, а роль женщины чувства, и наслаждение первоначально встречает и вступает в общение с чувствами, посредством которых обманывает владычивающий ум. с одной стороны можно было бы сказать, ну, что-то нагородил, да, совсем, ну, вроде, простая история изгнания из Эдемского сада, и вдруг, там, ум, чувства, наслаждение и так далее. Тем не менее, интерпретации Филона, они оказываются, по крайней мере, в то время оказывались чрезвычайно убедительными. Ну, то есть, вроде смотришь, ну, да, если рассматривать как аллегорию действительно, вот если змей это наслаждение, мы, мы, в общем, понимаем, что чувства, скорее через чувства я обращаюсь к наслаждению, вроде правильно все, то есть, все получается, все складывается. И не случайно Филон, собственно говоря, является отцом, правда, вы знаете, что Филон Александрийский это Александрийский еврей, написавший на греческом, да, но он же является отцом христологической интерпретации Писания, и на основе Филона Александрийского, собственно говоря, христианские экзегеты, герминевты, они развивали свой подход. И такого рода интерпретации их убедительность, она непонятно особенно даже с чем связана, то есть, по сути дела, получается, что это убедительность связана не с анализом текста, а скорее с теми выводами, которые делаются из этого текста. То есть, тот вывод, который делается, он оказывается выводом вполне приемлемым. Да, действительно, наслаждение подступает сначала к чувствам, потом к разуму. Это мы знаем. И тем самым получается, что мы за счет вот этой экспликации мы признаем его интерпретацию этого текста как правильную. А затем у нас возникает, как это не парадоксально, в тот момент, когда возникает такого рода убеждение, что это, о, в этом что-то есть. Немедленно возникает желание, ну а дальше, что в этой книжке написано про это же самое. И возникает целая такая красивая история самого разного рода интересных в большей или в меньшей степени для нас в большей или в меньшей степени интерпретации. Я приведу один пример, еще один пример библейской интерпретации более поздней и как раз не христианской, а еврейской. Дело в том, что в еврейских комментариях мы олигарезу встречаем на очень поздних этапах. Это Средневековье примерно. До Средних веков евреи как бы экзегезой как таковой в христианском смысле не занимались, но тоже об этом я сейчас подробно не буду говорить. А вот начиная со Средних веков, когда по сути дела возникает взаимовлияние между христианскими и еврейскими экзегетами, это встречается. Я расскажу вам вкратце историю о трех сыновьях Ноя. Некоторые здесь уже я слышал много раз, но еще раз расскажу. История такая. Ной или Ноах, его на еврите зовут Ноах, вы знаете, что это единственный человек, который спасся, ему Бог предложил, все это единственный человек, которого я спасаю, все остальное потоп, потоп стирает все живое, Ноах со своими сыновьями, а сыновей у него трое, это Хам, Ефет и Шем. Хам означает горячность, Ефет означает красоту, а Шем это имя или сущность. Я сразу же в скобках замечу, что по сути дела весь библейский текст, по крайней мере, если его не переводить, а читать на еврите, он пронизан говорящими именами и говорящими топонимами, которые, собственно говоря, провоцируют такого рода интерпретацию. То есть, понятно, что если вы читаете рассказ про мальчика, которого зовут красота, и мальчика, которого зовут темперамент, а другого еще зовут сущность или разум, то тогда поневоле начинаешь задумываться, а что же эти мальчики из себя представляют. Так вот, эти три сына его спасены были в ковчеге, он вышел из ковчега, насадил, как сказано, виноградник, сделал вино, напился пьяным, обнажился, и один из его сыновей, младший, хам, непонятно, там сказано, что он как-то увидел отца или обнажил его, или не прикрыл его, в общем, совершил что-то такое неудобоваримое, и когда он проснулся, а двое других сыновей, там сказано, что они спиной так к нему повернулись, аккуратненько подошли и накрыли обнаженного отца, и когда Ной проснулся, то он проклял вот этого младшего сына хама и сказал, что он будет рабом своим братьям, а Ефета и Шема он тоже благословил и сказал, что да будет Ефет пребывать в шатрах Шема, то есть да будет красота в шатрах сущности или в шатрах имени. Значит, один из интерпретаторов еврейских уже рассказывает нам такую историю. Он говорит, что вообще-то говоря, нам Библия повествует о развитии рода человеческого следующим образом. Изначально человек был создан равным универсумом. Вот он, этот человек. Это и человек, и мир. И задачей этого человека было сохранить этот мир в равновесии. Сохранение мира в равновесии это и есть собственно охрана Эдемского сада. Это Эдемский сад. Вот состояние Эдемского сада универсум, и человек это одно и то же. И человеку нужно этот самый сад сохранить. Для того, чтобы его сохранить, необходимо, чтобы у него было как бы равномерно направленные силы какие-то удерживающие. Но они у него не сработали, и он согрешил. В тот момент, когда он согрешил, он был уменьшен. Теперь вот он, человек, а это универсум. Универсум оказался больше человека. Он приводит соответствующий бедраж такой, да, талмудический, где говорится о том, что рост человека уменьшился и так далее, сжался. Вот теперь это человек. Ну, теперь задачей этого человека было что? Ну, хотя бы удерживать это состояние, да, то есть, с одной стороны, у него есть некая центробежная сила, да, с другой стороны, у него есть некая такая центростремительная сила. Равновесие этих двух сил позволяло бы ему сохранять все это дело в какой-то гармонии определенной, но получилось так, что вот эта сила у него была слабоватой. И это то, говорит наш комментатор, о чем сказано, что всякая плоть извратила свои пути, то есть, человек всецело обратился вовне, а внутрь себя, как бы самого он не обращался. И в силу этого, то есть, вот эта экспансия во внешний мир, она с точки зрения баланса этой всей картины оказалась губительной, и Бог решил, что все это нужно дело закончить. Ничего не получилось. Все, ничего не получилось, начнем сначала. Но прежде чем начать сначала, он выбрал некую неподвижность. То есть, помимо вот этой, вот этого вообще не было, то есть, этого движения вообще не было, было только вовне, и было нечто, что покоилось. Здесь слово Ной ему очень помогает, потому что на иврите Нох, это в том числе покоится. Он говорит, вот Нох и был этим самым покоящимся существом. И тогда, то есть, или силой, точнее, силой покоящейся. И тогда он выбрал Ноха и совершил следующий акт. Теперь внутри человека появился еще один человек. То есть, человек стал более сложным существом. У него есть внешнее, некоторые современные мыслители назвали бы это личностью, сущность. есть еще и нечто внутреннее, что можно было бы назвать сущностью. То есть, у него появилась такая двуплановость. Это послепотопный человек. И вместе с тем у него появилось три силы. Три теперь силы. Одна сила, это сила, которая влечет его по кругу, по его внешней поверхности. Одна сила, которая направлена вовне, и это Хам, вот этот самый жаркий парень. А та сила, которая по кругу называется Ефид, это красота. А та сила, которая устремлена к его внутреннему миру, который теперь от него сокрыт. Раньше он не был от него сокрыт, а теперь его же внутренний мир от него сокрыт. Сокрытый к нему, к этому имени устремляется Шем. И вот, собственно говоря, три сына этого самого Ноха. Это три силы человеческой души. Сила направленная вовне, сила направленная по окружности, почему она, он называется красотой, потому что круг это идеальная фигура, это красота. И нечто, что устремлено к сущности. Благословение Ноха говорит о том, что вот этот самый Хам, он должен быть рабом Ефи Тайшема, потому что на самом деле вот эта экспансия, она вообще-то говоря не нужна, ее нужно подчинить. В этом его, собственно говоря, ну, ошибка Хама, ошибкой это не назовешь, потому что это как бы одна из частей души человеческой, но этой части души нельзя давать волю, она должна находиться в состоянии рабства. А Шем, который устремлен к сущности, на самом деле к этой сущности вообще-то говоря прийти никак не может. Ему необходимо что? Ему необходима помощь Ефета. То есть на самом деле необходимо вот такое вот движение, вот такое вот движение к этой самой сущности. Это и есть то, что Шем должен жить, то есть Ефет должен существовать в шатрах Шема. То есть Ефет и Шем они должны как бы совместными усилиями приблизиться к этой сущности. В тот момент, когда эта сущность будет понята человеком, внутреннее его существо, то тогда понадобится хам, тогда он распространится сюда, а дальше сюда и система вернется в свое прежнее положение, в положение Эдемского сада. Прекрасно, все замечательно, гармония и красота. Вот эта вот штуковина, которую он рисует, это спиралька, он ее еще красиво обыгрывает, потому что на самом деле он говорит, что когда Ной вышел из ковчега, то Бог ему, если вы помните, предоставил знак, радугу. Радуга. Он говорит, так она и есть, эта самая радуга. Вот эта вот часть, она называется красным, а вот эта часть называется голубым. Играет он тем, что на самом деле красное это на иврите, это Адам, Адам это человек, с одной стороны, а с другой стороны это земля, то есть красное, но на самом деле не совсем красное в иврите, это скорее коричневое, это вот один из спектров радуги, красный, то есть это Ефет, Ефет находится собственно говоря на земле, это вся его красота цветет, а голубой он на иврите тхелет, который связан семантически со словом цель. Вот все замечательно теперь у него сложилось, то есть на самом деле цель лежит здесь, и поэтому вот это внутренняя сущность, то есть от красного до этого голубого весь спектр радуги, он описывает. Вот такая вот картинка, которую он рисует. И она, вы видите, у него не только история Ефета, Хама и Шема, у него тут и радуга играет какую-то роль и все остальное, но все складывается вообще. Да вообще все как бы ясно, что про это текст написан. То есть когда так читаешь, ну да, вроде да. Но в принципе, да, то есть что к этому приводит? Вы видите, что приводит? Игра словами приводит к этому. Говорящие имена приводят к этому. Повторение определенных мотивов, то есть некая заданность, заданность модели определенной. Он привлекает еще некие источники, да, извне, говорит о том, что человек был создан как весь универсум и так далее. Все это вместе создает вот такого рода интерпретацию. Ну и еще главное, это презумпция того, что этот текст, ну не может этот текст, зачем нам рассказывать про какую-то историю какой-то семьи. Ну Ной, ну вышел, что вышел, не вышел, напился, не напился. Какая кому разница? Теперь все понятно, почему это рассказывается. Это же не просто история, это вообще, так говоря, про каждого из нас. То есть на самом деле это в каком-то смысле генезис или интерпретация нашей души. То есть вообще, так говоря, в нашей душе существует этот Хам, существует этот Ной, существует Шем и существует Ефет, который стремится к красоте, чтобы нам презентировать себя такими красивыми и хорошими. А Шем, это устремление к сущности, оно безобразно как раз, и все, если ты будешь свою сущность показывать, скажут тебе, что ты никуда не годишься, это все полная ерунда. То есть, а вот они должны каким-то образом совместиться и достичь определенных целей. А Бог присутствует где? Он присутствует же в том, что это все было сотворено Богом, да, и возвращение, это возвращение, по сути дела, к Богу. То есть, по сути, вся история это исполнение божественного плана. То есть, Бог запустил как бы этот спектакль, который должен закончиться тем, что он должен поаплодировать. Этот спектакль разыгрывается для Бога. Значит, это то, что касается вот того, что можно назвать олигорезой. я столь много внимания этому уделил, потому что, на самом деле, казалось бы, вот эта техника, техника аллегорической интерпретации или обнаружение в тексте аллегории, или, собственно говоря, постав аллегории изначально, да, то есть, мы знаем там искусство XVII-XVIII века, где были ярко выражены явные аллегории, где действовали правда, справедливость, глупость, там, и так далее. Но своего рода дискредитация аллегории вот в это же время, да, то есть XVII-XVIII века, она произошла именно потому, что аллегория была явно выраженной. А в библейском тексте эту аллегорию необходимо вскрыть, она как бы находится под спудом, загадка. И в искусстве вплоть до сегодняшнего дня, да, то есть, вот эта техника, техника сокрытой аллегории, она используется очень часто, и она на самом деле не такая простая, если ты хочешь создать аллегорию. То есть, если ты создаешь аллегорию наподобие там басни «Мартышка и очки», то это, в общем, более-менее просто. А если ты хочешь создать аллегорию какого-то более такого масштабного характера, то это не так просто, но современные авторы, в том числе авторы кинопроизведений, я заранее их даже назову нескольких, например, тот же Ханеки с его фильмом «Пианистка», это на самом деле аллегория определенная, мы будем анализировать, какая. Или Питер Гринвей, почти все его фильмы являются фильмами-аллегориями, используют, по сути, вот этот метод, то есть, когда в твоем тексте наличествует то, что позволяет читателю при определенном усилии вскрыть этот самый аллегорический слой. Теперь еще один пример. это пример текста юридического и это пример того, каким образом текст ставит передо мной определенного рода задачи, то есть, определенного рода проблемы. По сути дела, наличие этой проблемы, оно с одной стороны определяет движение в сторону интерпретации, а с другой стороны, если мы говорим о логике текста, то есть, если я сам строю свой текст, то вообще-то говоря, я, собственно говоря, начал с подобного же примера, я сам могу туда намеренно вложить определенного рода ошибку, которая позволит в дальнейшем вскрыть то, что я хочу сказать. Совершенно, ну, я специально выбрал такой сугубо юридический текст, который на первый взгляд кажется абсолютно понятным. Значит, это второзаконие, 22 глава. Если кто взял жену и вошел к ней, и возненавидел ее, и возвел на нее умышленные нарекания, и пустил о ней худую молву, и сказал, жену сию взял и приблизился к ней, не нашел у нее девства, то пусть возьмет отец от раковицы и ее мать, и вынесут признаки детства от раковицы к старейшинам города, к вратам. И скажет отец от раковицы старейшинам, дочь мою, отдал я человек этому в жены, и он возненавидел ее. И вот он возводит умышленные нарекания, говоря, не нашел я у дочери твои девства, тогда пусть возьмут старейшин этого города человека и накажут его, и наложат на него взыскания в сто серебряников и отдадут их отсюда от раковицы за то, что он распустил худую молву от девицы Израиля, а ему да будет она женой и не сможет развести с ней во все его дни. Это казус, да, определенный, он двойной, у нас сейчас пошел второй вариант. Первый вариант это если как бы он напрасно на нее возвел молву. А если же сказанное было истиной, не найдено было девство от раковицы, то пусть отведут от раковицу ко входу в дом отца и побьют ее люди города ее камнями, чтобы умерла она, ибо она сделала срамное дело в Израиле, блудодействовав в доме отца своего. Так истребишь ты зло из среды своей. Все, конец казуса. Двойной казус, да, то есть относительно человека, который распускает худую молву. Первый вариант, он распускает худую молву неправду. Второй вариант, он распускает худую молву и это правда. Ну, казалось бы, все понятно, да, или нет? Есть что-то непонятное? Кажется, все понятно, да? Давайте присмотримся, однако. Все ли понятно? Что за платье они расстелят? Ну, сказано, что и пойдут, значит, ночную рубашку. То есть мы предполагаем древние обычаи, да, свадьба, молодые уединяются, собственно, и сегодня так есть в некоторых африканских, так сказать, селах. Не знаю, правда, в каких это я так говорю. Возможно, может и нет. То есть молодые уединяются, затем там кто-то заходит молодым, выносит простыню или ночную рубашку и показывает всем, говорю, вот и все видят, что эта девушка, все с ней в порядке, все замечательно. И эту рубашку, предположим, да, я дальше, пока вы видите, это все на самом деле моя интерпретация, здесь же этого ничего не написано. И эту рубашку или ночную там, или простынь отдают на хранение родителям. Так? она хранится у родителей. Теперь представим себе казус, заново его прочитаем. И что же? На утро, просто с полного перепоя, этот парень идет и говорит, не нашел я. А как он может сказать, если на самом деле рубашка и все остальное вчера только он передал, и вот он знает, что это у родителей. Он что, сумасшедший? Как это может быть? Как может возникнуть вообще такой казус? Можно предположить, конечно, что прошло три года, да? Или он просто полностью невменяем, он забыл об этом обычае. Но вот что с ним произошло такое, что он пошел разносить худую молву, что не нашел я признаков девственности? Или мы неправильно сейчас все прочитали, или надо по-другому читать? Не сохранили бедные родители доказательства. Ну, может быть. Может быть и так. Но здесь, с другой стороны, я теперь обращаю внимание на то, что вот они выносят здесь в квадратных скобках признаки девства. И мы так поняли, что это связано с платьем. А может быть нет? Может быть это генеалогический осмотр просто? Может быть так лучше прочитать? Вы видите, да, что мы на самом деле сейчас чем занимаемся? Вот мы занимаемся герменевтикой. У нас не сложилась история вот при первом прочтении. Вроде сначала показалось все понятно. А теперь мы видим, что нет. Давайте попробуем второй вариант. То есть тогда пусть возьмут от Роковицы ее мать, ну и приведут девушку на гинекологический осмотр. Получается так. И тогда платье это платье, простынь, на котором этот осмотр проводится. Так что ли? Или нет? Зачем тогда это платье? Что значит зачем в законе? Ну а как проверить? Предположим, человек вот женился, говорит, она не была девушкой. Давайте посмотрим, была она девушка или не была девушкой. Здесь, правда, целый ряд этих самых, даже если она была девушкой, то теперь-то она уже не девушка. Нет, ну смотрите, я вам могу предложить прочтение, которое нормально ляжет сейчас. предположим, молодой человек, у него ничего не получилось. Он говорит, она не девушка. Да. Проводится гинекологический осмотр. И старейшины видят, что она, да, девушка. Значит, он пытался как бы, ну, переложить на нее ответственность. Да? Ничего не получилось. Тогда он не может с ней развести все свои дни. А если и правда, да, то есть, если и правда, ничего не было, ну, и не было, как бы, ну, предположим, эту скатерть или просто не выносили, ничего не показывали, то есть, это только в случае, если ее нет, этой простыни. Почему ее нет? Может быть, по двум причинам ее нет. Либо эта девушка была не девушка, да, либо ничего не было между молодоженами. И вот, тогда получается у меня двойной казус. Если ничего не было по его вине, и он просто решил ее очернить, тогда первый случай. А если нет никаких следов по ее вине, тогда ее, ну, правда, здесь наказание ужасающее, ее убивают. Смотрим дальше, посмотрите дальше. Это, сейчас это следующая сложность. Что? Тут написано «вошел к ней», если у него что-то получилось. Ну, это неизвестно, это опять же интерпретация. Вошел к ней, тогда нужно читать, как вошел к ней, вот в таком вот смысле, да, то есть, мы видим. Ну, и сегодня мы не будем этим заниматься, да, но, в принципе, есть замечательный целый такой куст интерпретации вот этой истории в талмудической литературе, который вскрывает как раз вот все те шероховатости и возможности и предлагает самые разные прочтения, вплоть до того, что платье это на самом деле не платье, а метафора. Метафора того, что все станет ясным, как белое платье. Вот, вплоть до такого доходят наши интерпретаторы, да, наши, наши, не наши, в общем, какие-то интерпретаторы. Но еще одну сложность, на которую я хотел указать вам, это то, что ее побивают камнями. Но на самом деле это, вообще-то говоря, тоже невероятная история. Посмотрите дальше текст. Значит, если будет найден человек, совокупяющийся с женой другого человека, понятно, они, значит, будут побиты камнями. Если будет отраковиться девственница, обречена с мужчиной, встретивая человека в городе, то тоже, значит, выведите обои к вратам этого города и забросайте их камнями, и пусть умрут они. Девица за то, что не кричала, а мужчина за то, что насиловал жену свою. А если в поле встретят человека, то обрученную отраковицу схватят ее совокупиться с ней, тогда умрет только этот мужчина. А отраковицы не делай ничего. Нет на отраковице греха, за который полагается смерть. То есть, получается, что если она не девственница и потеряла как бы девственность, ну, в силу, например, вот таких обстоятельств, то почему ей нужно оказывать смертную казнь? А перед этим вот нам рассказали, что здесь ее побивают камнями. За что? Ну, хорошо, но у нее девушка. Ну и что? Ну, я взял вопрос, что она сообщила. Получается тогда еще сильнее. Получается, что за вранье побивают камнями, но мы не встречаем такого прецедента в Писании, чтобы человека за то, что он наврал, убивали. Этого нет. Убивают за прелюбодеяние. Посмотрите, вот еще я специально привел из исхода. Если обольстит кто девицу, что не обручена, то должен дать ей приданное и взять ее себе в жены. А, здесь нет продолжения. Дальше говорится, что если он не дает этого приданного или если девица отказывается выйти за него в жены, то он просто дает деньги ее отцу и все. А дальше она уже выходит замуж. И что, вышла замуж, потом пришел этот парень и говорит, что она не девушка, все, убили. Что она не жилец просто тогда получается. Какая-то ерунда. Но вы опять наставите на истине, то есть, что она скрыла, но если она скрыла этот факт, неужели вот это сокрытие этого факта заслуживает такого сурового, это наказание как смерть. Если мы смотрим опять же библейский текст целиком... Ее изнасиловали в поле, а мужика за это побили камнями. Почему побили? Она же сказала о том, что ее изнасиловали. В любом случае, факт ее рассказать. Нет, это если она была обрученная девица. Если она была не обрученная девица, мужика, никто не побивает камнями, он просто платит штраф. Но в любом случае, чтобы не заплатил штраф, об этом должны узнать кто-то еще. И что? И что? Нет, но все равно в итоге получается по факту ваш аргумент все равно он сводится к тому самому, что она сокрыла этот факт, не более того. и за это смертная казнь. Если она знала, что если она сокроет этот факт, то потом ее камнями попрыгнут, чтобы она уж не для этого срапливалась. Ну, да, но в принципе мы не находим прецедентов в библейском тексте, чтобы за ложь или за сокрытие каких-то этих было столь суровое наказание. То есть единственное, за что такое за прелюбодеяние. Нет, про это нет вопросов, когда не кричала. Там-то все понятно как раз. А вот с нашей ситуацией не очень понятно, что. Да, но это не она уже. В поле это другая девушка. Это другой казус пошел, да? То есть наш казус закончился, есть другой казус про девушку, и с другого казуса про девушку. Мы видим, что в принципе девушка может быть не девушкой и выйти замуж нормально, ее не забьют камнями. Нет, заметьте еще раз, что про это здесь нету. То есть там, где девушка не кричала или она в поле там и так далее, речь идет про обрученную девушку. Если девушка не обрученная, то в поле, дома, где бы ее не снасиловали, никто не гибнет. Все нормально. Они просто женятся. И все. А если, например, девушка не хочет за него замуж, за этого соблазнителя или насильника, она говорит, я не хочу, он тогда дает ей штраф, выплачивает, и все. Дальше она выходит замуж. Совершенно верно. То есть дело только в самой измене. Там была девица обрученная. Ее мы освобождаем от смерти только потому, что это происходило в поле, и возможно она кричала, никто не знает, презумпция закона такая, что может быть она должна была кричать. Кричала, но некому было спасти, поэтому она не заслуживает смертной казни. То есть в этом смысле закон гибок, то есть закон идет навстречу, не то что сразу чуть чего камнями забрасывать. Нет, эти ребята наоборот не хотят как бы забрасывать камнями. Не говорят, что вот такая а здесь вдруг ни с того ни с сего забрасывать камнями. Ну, на самом деле, в общем, я думаю, что достаточно, сейчас не наша цель выяснить, что же здесь на самом деле написано и как понимать этот текст. Я просто хотел продемонстрировать следующее, что если мы имеем дело даже с сухим казуистическим, то есть с юридическим документом, возникает на первый взгляд вроде все нормально, а на самом деле возникает целый ряд вопросов. и эти вопросы они связаны с тем, что текст где-то буксует, да, то есть на самом деле оказываются какие-то лакуны, которые мы не можем объяснить. По сути дела, если я, например, создаю текст, я могу намеренно создать такие лакуны, эти лакуны и будут свидетельствовать о том смысле, который я хочу выразить. Причем я тогда его скрою. Читатель первого, так сказать, ряда прочитает, ну, нормально, нормальная история девушка, а внимательный читатель задаст вопрос, задаст вопрос и вскроет ответы, и тогда получит определенного рода смысл, который я хочу сюда вложить. То есть вот этот прием я, собственно говоря, и хотел обнажить, то есть прием некого очень, ну, сокрытого такого, да, неявного, неявных противоречий, которые связаны, возможно, с общим смыслом текста, да, то есть, ну, например, я знаю, что в библейском корпусе, ну, нет такого, чтобы наказывали за вранье, не бывает. Наказывают только за очень какие-то серьезные такие преступления, а здесь вот почему-то такое, ну, и так далее, да, то есть, или вот я представил себе определенного рода обычай, но этот обычай перечеркивает всю историю, да, то есть мне нужно либо другой обычай какой-то придумать, либо додумывать эту самую историю. А, кинематографический у вас ужас хорошо подходит такая, земля без хлеба. Какой образ? Ну, земля без хлеба, знаете, фильм, нет, фигментарный. Там идет представление про то, что они проезжают в Испанию, там, все плохо, земля не родит, я не ходит, методичных снимает. Вот девочка умирает, осел упал, все плохо, люди вырождаются, вот, и ну, как бы, а параллельно, да, параллельно там идет история, что показывают красивые церкви, да, и как-то все, вот это оставляется. И если историю буквально смотреть, то вроде ничего нет, а потом начинает вдумываться. Нет, ну вы правы, то есть я видел конкретно этого фильма, но такого рода прием, он применяется очень часто, да, то есть это, в общем, очень такой распространенный прием, когда я внешне, ну почти, вроде все нормально, но я привношу в это нормальность некие ненормальности, да, то есть, что не видно для такого невнимательного взгляда, но внимательный взгляд скрывает это и тем самым получает определенного рода представление о том, что же, собственно говоря, я хотел сказать. Значит, следующий пример, что у нас со временем, видимо, не все мы примеры будем рассматривать, но вот этот, наверное, мы рассмотрим. Да, это картинка, это теперь текст другого рода, да, это Менина и Веласкеса. Эту картину анализирует Мишель Фуков в своей знаменитой книжке «Слова и вещи» в первой главе. И как бы в данном случае он действует, в общем-то, в рамках структуралистского анализа. И давайте вот мы вчитаемся, всмотримся в то, как он интерпретирует эту картину. И для меня это будет примером вопроса, который мы можем поставить и часто ставим после того, как дается определенная интерпретация. А задумал ли это автор, а не является ли интерпретатор как бы выдумщиком сам? Ну и вопрос о критериях того, что же мы будем считать выдумкой интерпретатора, а что мы будем считать интерпретацией, которую я называть буду прочтением. То есть я буду различать в дальнейшем прочтение от интерпретатора, интерпретации. Прочтение это то, что по сути дела вскрывает то, что можно было бы назвать замыслом автора, независимо от того, был такой замысел или нет. А интерпретация это то, что отталкивается от произведения и дает самые разные новые смыслы, придает ему и так далее. Что пишет нам Мишель Фуко? Ну вот он описывает, художник стоит в стороне от картины. Какой художник? Это сам Веласкес. Видите, да? То есть у нас с левой стороны холст. И стоит Веласкес. И он рисует. Это автопротрет, по сути. Получается, вот этот кусочек этой картины, это автопротрет. Да? Он смотрит на модель. А где модель? Может быть, ему нужно добавить последний мазок, но возможно, что не проведена еще и первая линия, мы не знаем. Это пишет Фуко. Рука, в которой он держит кисть, повернута налево к палитре. На одно мгновение он неподвижно застыл между полотном и красками. Руку мастера удерживает взгляд, который в свою очередь покоится на прерванном движении. То есть он смотрит на модель. А модель это кто? Ну, видите, сразу несколько. Мужчина и женщина. Зритель. Что? Маленькая принцесса? А как же он ее рисует сзади, что ли? Вид сзади. Маленькая принцесса. Что-что? Ну да, те, кто знает эту картину, да, вы можете увидеть, что везде висят там картины, правда? А вот над головой, точнее, между головами двух девочек висит нечто, что не похоже на картину. Это зеркало. И в этом зеркале отражается чета, королевская чета, да, Филипп IV и его супруга. Значит, это их рисует Веласкес. Да, то есть они в этом зеркале отражены. Что? И уже картина. Какая? Их больше лет отражается, а они... А они сами уже ушли. А это просто картину он поставил и делает копию с картины Филиппа и его супруги. Тоже может быть. Они бы так не отражались в зеркале, потому что зеркало левее нас, и они даже не левее зеркало, чтобы не выражаться. То есть забрал плечу в 12 сантиметров. Ну, может быть, да. То есть это здесь нужно уже более серьезное геометрическое исследование проводить, возможно ли такое изображение или нет. Но так вроде бы консенсус такой, что да, это он рисует Филиппа. Теперь, когда работа приостановилась, пишет нам Фуко, его можно видеть в нейтральной точке. Дело обстоит так, как если бы художник мог одновременно быть видимым на картине, где он изображен, и сам видеть ту картину, на которой он старается что-то изобразить. Он пребывает на стыке этих двух несовместимых видимостей. То есть, другое дело, и то, что никто из вас не заметил, а это действительно очень прикольный, по-моему, факт, что вообще-то говоря, на этом месте, куда смотрит Веласкес, находится кто? Сам Веласкес. Веласкес-то тоже находится на этом месте. Он же рисует. На этом месте находится Веласкес, на этом месте находимся мы, и на этом месте теоретически находится, предположим, супружеская чета. То есть, на самом деле, он создает точку, в которой тот, кто находится в этой точке, неопределен. То есть, это может быть и сам Веласкес, и зритель любой, и вот эта самая чета. и Фуко нам это подчеркивает, говорит, это точка, мы сами, наше тело, наши глаза. А зрелище, которое он разглядывает, является, следовательно, дважды невидимым. Вот эта точка, она дважды невидима. Во-первых, поскольку оно не представлено в пространстве картины, и во-вторых, поскольку она располагается именно в той невидимой точке, в том глубоком убежище, в котором наш взгляд скрывает от нас самих, нас, в тот момент, когда мы смотрим, потому что, с другой стороны, эта точка, она находится здесь, перед картиной, а кроме того, она находится и на картине, которую мы не видим. Правда же? Она же там внутри, эта картина. Эту картину мы не видим. Художник лишь в той мере направляет свой взгляд на нас, в какой мы находимся на месте, соответствующем его сюжету. Мы, зрители, лишние. Попав под этот взгляд, мы изгнаны им, замещены тем, что все время находилось здесь до нас, то есть самой моделью. Но и наоборот, взгляд художника обращен в пространство вне картины, в пустоту, что позволяет ему принять столько моделей, сколько придет зрителей. В этом конкретном, хотя и безвозличном месте, созерцающие, созерцаемые без конца, меняются местами. Это пишет нам Фуко. Ну, совершенно справедливо он пишет, да? И дальше он делает следующий вывод. Ну, из вот этого как раз, из такой вот сложной констелляции, я не буду как бы перечислять здесь всех деталей, он красиво, это все вы можете почитать, слова и вещи. В первой главе он с этого начинает, собственно говоря, свою книгу. Это книга о смене различных парадигм в европейской культуре, и с его точки зрения Веласкес как раз является тем, кто меняет одну парадигму на другую. Таким образом, нет сомнения в том, что именно здесь сосредотачивается главная тема композиции. Здесь сам объект этой живописи. Для того, чтобы это подтвердить и еще раз подчеркнуть, художник применил традиционный прием. Сбоку от центральной фигуры он разместил другую, которая, стоя на коленях, смотрит на нее, на вот эту девушку. как некий спонсор, склоненный к молитве, как ангел, приветствующий Деву Марию, гувернантка, на коленях протягивает руки принцессе. И в той мере, в которой видимы вот эти Филипп и его супруга, они представляют собой самую хрупкую и самую удаленную от всякой реальности форму. И напротив, в той мере, в какой пребывая вне картины, они удалены в невидимое существование, они организуют вокруг себя все изображение. Именно на них смотрят, к ним повернуты лица, их взору предоставляют принцессу в праздничном платье, от повернутого своей оборотной стороной полотна до инфанты и от нее к карлику, играющему правого края картины, вычерчивается кривая. Ну и дальше он показывает, как это геометрически воспринимается. Ну, еще раз он подчеркивает, что место, где находится король и его супруга, является в равной мере местом художника и местом зрителя. И таким образом, можно сказать, что картина Веласкеса, приходит он к выводу, является как бы изображением классического изображения. То есть он, по сути дела, что он изображает? Он изображает то, как делается изображение. Он изображает, в конечном счете, фигуру живописи. Фигура живописи — это художник, это модель, и это зритель. И вот та точка, в которой мы оказываемся, это та точка, в которой, собственно говоря, все они соединяются. По сути дела, тогда получается, что эта точка и есть главное, что изображает нам Веласкес. Собственно, таким образом, он как бы выносит самое главное за пределы картины. Есть изображение, но это изображение, оно только указывает на фигуру живописи как таковую. То есть это некий мета-взгляд. Тогда получается, что он не собирался изображать вот этих конкретных персонажей и так далее. А его задачей было некое мета-высказывание, мета-высказывание о том, что из себя представляет классическая живопись вообще. С этой точки зрения Фуко считает, что он и является провозвестником вот этой новой парадигмы европейской культуры. Можно, на самом деле, название Менины или Фройлины, то есть вот эти две девочки, оно не то название, которое дало этой картине сам Веласкес, это то, как ее стали называть. А как сам Веласкес назвал эту картину от нас остается на самом деле сокрытым. А от этого, конечно, очень многое бы зависело. Ну, например, он назвал бы ее Филипп или он назвал бы ее Король. Если назвал Филипп, то тогда Филипп. Если назвал Король, то тогда кто Король? Художник Король? Зритель Король? Филипп Король? он мог бы даже назвать ее там, я не знаю назвал бы он ее Бог вообще было бы круто тогда он как бы изображает ну и говорит о том, что вообще-то говоря собственно говоря, вот это триединство зрителя, модели и художника ну это известное триединство может быть не исключено, что сейчас что я делаю сейчас? сейчас я занимаюсь интерпретацией не прочтением то есть я отталкиваюсь от того, что мне вскрыл Фуко как некую некое семантическое ядро то есть семантическое ядро это по сути дела указание на то, что главным в этой картине является точка, вынесенная за картину, теперь дальше я эту точку начал интерпретировать я по сути дела предложил несколько интерпретаций, но это не прочтение если бы у меня был материал, если бы например я знал, как Веласкес назвал эту картину это я мог бы одну из этих интерпретаций бросить, другую наоборот приблизить значит, вот это еще один случай, когда мы имеем дело вроде бы с текстом, ну вот таким текстом, живописным текстом но здесь тоже есть, как вы видите, свои правила и своя логика определенная которая в итоге формирует определенного рода смысл и ну в принципе он доступен, это не то чтобы можно конечно предположить есть второй вариант, что вообще, так говоря Веласкес ни о чем таком не думал ни о чем не думал, просто изобразил что изобразил, ну такой наивный человек, правда непонятно очень странный, да это издевательство было бы тогда, не банально то есть это получается, что он, предположим, он захотел бы нарисовать свою работу, да, то есть как бы лаборатория художника решил, значит Веласкес тут еще вот эта фигура мужчины, который там появляется Фуко про нее тоже пишет что она здесь значит но в любом случае она, эта затея такая, она странная, да если, например, Веласкес бы не осознавал, что он делает она, по сути дела, превращает его в какую-то обезьяну Веласкеса который чуть-чуть наляпал, сам не знает что но это, на самом деле, это и есть вот этот самый принцип он называется, я не знаю, как это на русский хорошо перевести принцип черити, известный в философии, да когда, и в том числе в теории интерпретации когда я, как бы, предполагаю, что автор, ну нормальный, вменяемый, умный человек ну, естественно, к этому всему нас подводит в том числе интерпретация библейского текста где заведомо автор предполагается таковым где нет случайностей, нет ошибок и так далее но и у другого автора, если я, на самом деле, хочу выявить его замысел независимо от того, был это его замысел или не был это его замысел я должен исходить вот из этой презумпции презумпции того, что он нормальный ну, то есть даже не нормальный, а супернормальный вменяемый, очень умный и знающий, что делает человек ну, хорошо, значит, видимо тут у меня еще Лотман видимо мы его опустим, Лотмана не будем сегодня его читать здесь просто несколько, два, на самом деле, примера структурного анализа Лотманом поэтических произведений я просто хотел привести как бы как отдельный пример анализа именно поэтических произведений но оставим их и посмотрим под конец еще один текстик уже не интерпретационный а мы сами его проинтерпретируем и увидим может ли интерпретация достигнуть того, чтобы прочитать текст и считать, что текст прочитан правильно ну, заодно мы как бы совершаем такое круговое движение и приходим снова к Эдемскому саду с которого, собственно говоря, начинали там у нас был Филон здесь у нас Кавка это отрывок из афоризмов Кавки такой любимый мной парадигматический, на самом деле, отрывок такой немножко, на первый взгляд, сложный текст но, в принципе, мы сейчас его прочтем и вы увидите ну, просто почувствуете, что прочесть текст можно да, то есть это, собственно говоря, я хочу продемонстрировать что нет такого, что вот текст непонятный или текст там нет текст прочесть можно это тезис, который я предпосылаю этому фрагментику с момента грехопадения мы, по сути, равны в способности распознавать добро и зло тем не менее, именно тут мы ищем свои особые преимущества но действительные различия начинаются лишь по ту сторону этого распознания видимость противоположности вызывается вот чем никто не может удовлетвориться одним распознанием а должен стараться действовать в соответствии с таковым но на это ему не дано силы а потому он должен надрываться, даже рискуя все равно не обрести нужной силы ему просто ничего другого, кроме этой последней попытки, не остается я пропускаю на первый раз скобочки перед этой попыткой он испытывает страх он предпочел бы взять назад распознание добра и зла но случившееся нельзя взять назад а можно только замутить для этой цели возникают мотивации весь мир полон их больше того, весь видимый мир это может быть не что иное, как мотивация человека, который хочет минуты покоя попытка фальсифицировать факт распознания выставить распознание лишь целью значит, первое ощущение от этого текста я так предполагаю я помню, правда, свое поэтому я так предполагаю ну, такое какое-то трескучее, поэтическое, ничего не значащее нечто нет у вас такого ощущения? ну да, от слова замутить что-то замутил что-то замутил ну, может быть, это неправильное мое представление может быть, кто-то сразу все понял и тогда скажите нет, это записывают, поэтому важно да, вроде как бы нужно чего-то еще а вот чего еще, второй половины я не понял пока только первое но это, на самом деле, последнее этим же закончился, нет? а что за мотивации? и почему тут нужно надрываться чего-то? да, размывание, как раз размывание чего да, размывание чего разanja да да человеческий путь распознавания, а мотивация это как раз размывание, да? Да. И весь мир такой компенсифицирован. То есть, планить за путь человека, сделать просто само распознавание и мотивацию это решение сделать смыслом. А это не является смыслом. Да, а чем является смыслом? Стать человеком. Стать человеком. А как стать человеком? Действовать согласно распознаванию. Что? Действовать согласно распознаванию. Вот, вот видите, у нас складывается все нормально, да? То есть действовать согласно распознанию. Что стоит целью? Нет, не целью. Оно стало в итоге целью, а это фальсифицировано. Целью должно все. Я говорю, я говорю. Действовать в соответствии с распознанным добром и злом. Ну да, видите, мы прочитали, то есть вы прочитали даже, да? Без моей практической помощи. Ну давайте просто наведем это, наведем порядок, да? Он говорит, вот у нас есть добро и зло, да? И с момента грехопадения мы равны в способности распознавать добро и зло. Нет, это не нужно. Нет, в рамках этого текста это не нужно. То есть можно потом задумываться, что такое добро, что такое зло. Но пока это не важно, да? То есть есть некое добро и зло. Соответственно, чтобы вернуться к Богу, нужно перестать разделять. Перестать понимать. Нет, ну вот сейчас вы занимаетесь чем? Интерпретацией, правда? Не прочтением. Поэтому я говорю, что здесь очень важно методологически действовать как? Так, сначала я прочитываю текст, а потом могу его интерпретировать, да? Не сначала интерпретировать, потому что если я начинаю с интерпретации, тогда я его никогда не прочту. В этом вся идея, да? Он говорит, с момента грехопадения мы равны, распознавать добро и зло мы умеем, да? Но, тем не менее, причем здесь все люди равны, да? Все равны. То есть каждый человек одинаково распознает добро и зло. Однако, это тезис номер один, да? Тезис номер два. Однако здесь мы ищем свои преимущества, да? То есть мы соревнуемся. Есть соревнования. Один говорит, я лучше распознаю, другой говорит, я лучше распознаю. Но действительные различия начинаются лишь по ту сторону этого распознания. Я не понимаю, что значит по ту сторону этого распознания. Ну, может проблемы перевода, там же был немецкий, да? Но дальше, если мы читаем, видимость противоположности вызывается вот чем. Никто не может удовлетвориться одним распознанием, а должен стараться действовать в соответствии с таковым. Видимость – это вот здесь, видимо, да? То есть соревнование наше, оно чем обусловлено? Оно обусловлено видимостью. Есть некая видимость. Что же это за видимость? Эта видимость, она возникает почему? Потому что, на самом деле, распознать добро и зло – это полдела. Вообще-то говоря, нужно вот это добро и зло взять и действовать. И, по сути дела, видимость различия нашего, да? То есть я, например, думаю, что я лучше понимаю добро и зло, потому что я понимаю, как действовать лучше, чем другой. Не потому что я понимаю лучше, что такое добро и зло. Вот эта видимость, она и смущает, да? Я говорю, я лучше знаю, как действовать. И Дух говорит – нет. Что это? Ну, каждый из нас так говорит, утверждает Кавка. Я пока не знаю, почему, да? То есть мы пока не оцениваем, да? Мы пока не говорим, прав Кавка, неправ Кавка. Мы просто его читаем, пытаемся прочесть. Ну да. Но на это ему не дано силы. То есть оказывается… Причем не одному из нас, да? То есть на самом деле на это действие нет сил. Нет сил ни у кого. Действовать надо. Каждый, типа, знает как, но на самом деле не может. Нет сил. И потому он должен надрываться, даже рискуя, все равно не обрести нужные силы. Мы просто ничего другого не остается, кроме этой последней попытки. То есть на самом деле в итоге, то, что вы говорили, да? В чем быть человеком? Цель человека – это в чем? Вот в этом действии она и есть. Да? То есть действует в соответствии с распознанием добро и зло. То есть идти рано, не надо с ним соглашаться. Прочесть, понять его нужно, а потом будем соглашаться. Согласие или несогласие – это часть интерпретации, да? То есть сейчас мы говорим, что это точно то, что говорит Кавка или нет? Вот до сих пор. Правда же? Это то, что говорит Кавка, это не то, что я придумал. Это не моя интерпретация. Это я читаю текст. Он говорит, что действовать – это и есть, собственно говоря, задача человека. Но у человека, у любого, нет сил на это. И что же ему остается? Надрываться. Да? Надрываться. Надрыв. Надрыв какой? Надрыв – совершить это действие. Но на самом деле, совершить его он не может. А он говорит надрываться в действие или надрываться до распознавания добра и зла? Нет. Распознание добра и зла закончилось. Мы точно знаем, что такое добро и зло внутри. Может быть, если он говорит, вот я уведу зло, но я не могу с ним ничего поделать, поэтому я буду надрываться и искать другое зло? Ну, вроде бы нет. Вроде бы не это он говорил. Те, кто надрывается, он говорит надрываться на железную силу, но не внести нужной силы. Силы. Не знания. Знания есть. Знания точно есть. Оно дано. Но смысл не в том, что я… Нет, даже не подитошить. Смысл в том, что такое развлечение добра и зла? Это этические категории, да? То есть любой, он говорит, любой человек из нас, все мы – этические существа после грехопадения. Мы – этические существа. У нас прекрасно, мы точно понимаем, что такое хорошо и что такое плохо, и все одинаково. Единственная проблема наша, что мы не можем действовать в соответствии с этим. Вот проблема в чем. Мы знаем, что такое добро и зло. Не нужно новых… А, новое добро или новое зло. Нет, мы все знаем прекрасно, а вот действовать не можем. Что нам остается? Надрыв. Действовать не можем. Ну и соревнования еще, да, которые потом промелькнули, потому что мы же соревнуемся. Типа один лучше знает, чем другой. На самом деле мы знаем одинаково. Теперь прочтем в скобках. Таков смысл угрозы смертью при запрете есть от древа познания. Таков, быть может, и первоначальный смысл естественной смерти. Глубокая мысль. Он говорит, что вообще, так говоря, вот этот надрыв, неспособность действовать в соответствии с развлечением добра и зла – это и есть смерть. То есть, вообще-то говоря, возможно, естественная смерть – это и есть неспособность человека действовать в соответствии с развлечением добра и зла. Перед этой попыткой он испытывает страх. То есть, надрыв существует, но помимо надрыва есть еще и страх. Страх. Он предпочел бы взять назад распознание добра и зла. О, значит, тогда теперь этот страх. И теперь какое предпочтение? Предпочтение. Предпочтение вот такое. Все, к чертовой матери, ничего не знаю. Да, да. Ну, это вот я тебе сказал. Ну, то, что вы сказали – это нормально. Опять же, мы пока читаем Кавку. Еще мы с ним не соглашаемся. Мы пока читаем. Значит, получается, что перед этой попыткой и предпочел бы взять назад распознание добра и зла. Название грехопадения от этого страха. То есть, почему оно называется грехопадением? Потому что, на самом деле, оно в себе скрывало вот этот самый страх. Потому что, если бы на самом деле… Сейчас я немножко интерпретирую. Получается, что если бы по Кавке, что если бы человек мог действовать вообще потенциально в соответствии с развлечением добра и зла, то развлечение добра и зла не было бы грехопадением. Тогда оно бы так не называлось. Оно так называлось почему? Потому что, на самом деле, все было понятно, что он не сможет действовать. И будет испытывать вот этот страх. И что тогда он будет говорить? Назад не нужно. Ничего я не понимаю. Что такое добро, что такое зло, я не знаю. Я не знаю. Давайте разбираться, что такое добро и зло. Вот как вы предлагали, да? Один понимает. Давайте разбираться. Давайте думать, что такое добро, что такое зло. Мы ничего не знаем. И что же тогда? Пытается замутить. И для этой цели возникают мотивации. То есть, каким образом можно замутить? Вы совершенно были правы. Как вас зовут? Да? Вы с самого начала это сказали. Да? Мотивации. Что такое мотивация? Мотивация – это средство, с помощью которого можно замутить вот это распознание добра и зла. А что такое мотивация? Мотивация – это же вопрос о том, что мне делать, да? Ну, например, бороться за справедливость. Ну, зачем? Вот я и говорю, зачем, да? В том числе. Что я хочу? Я хочу справедливого общества. Я хочу построить семью. И, там, я не знаю, я хочу правильно воспитать детей. А это мотивация – это не добро и зло. Это в том-то и дело. Это мотивация. Это мотивация. То есть, у меня есть самые разные. Я хочу получить образование. Да? Вот. Это мотивация испуганного человека, который на самом деле делает вид, что он не знает, что такое добро и зло. Да? Потому что, на самом деле, вот у нас этот самый надрыв и есть. То есть, в итоге, получается, что все мотивации, любые наши мотивации, что бы мы себе не придумали, да? То есть, они возникают из чего? Они возникают, на самом деле, не из цели того, что сделать, а из желания замутить первоначальное развлечение добра и зла. То есть, мы за счет мотивации мы делаем вид, что мы как будто бы не знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Мы заново это открываем для себя. Прекрасно получить образование. Я знаю, это хорошо. Говорю я. Как бы не зная, что такое добро и зло. И все остальное так же. Да? И что? И тогда для этой цели возникают мотивации. Весь мир полон. Их, больше того, весь видимый мир. Это может быть не что иное, как мотивация человека, который хочет минуты покоя. Вот избавиться от этой пчелы, которая или мухи, комара, которая на самом деле есть распознание добра и зла. Попытка фальсифицировать факт распознания, выставить распознание лишь целью. Да? То есть, в принципе, мы стремимся различить между добром и злом. Вот. Это наша цель. Ну, все. Видите, мы прочли. Правда же? Этот текст. Теперь дальше можно с ним спорить. Да? То есть говорить, Кавка не прав. Или Кавка прав. Соглашаться, не соглашаться. Говорить о том, что на самом деле мы прекрасно знаем, что образование – это хорошо. И так и действует. Нет, мы ничего не знаем. Ну, вы согласны, значит, с Кавкой, получается. Ну, хорошо. Но это уже дальнейшая работа с этим самым текстом, да? Но важно, для нашего сегодняшнего вечера было важно мне показать, что, в принципе, текст, который поначалу кажется трескучим и таким, как бы, не очень ясным, туманным и так далее, нужно просто приложить небольшое усилие, ну, как бы, прочесть его второй раз, третий, выписать все, и все мы прочтем. И так с любым текстом. То есть любой текст, который, в принципе, достоин называться текстом, он таков, что его можно прочесть. Естественно, что если текст написан не как текст, это то, что я говорил в самом начале, да, а как, ну, непонятно что, то там, ну, либо будет смысл или не будет смысл, он будет хорошо построен, плохо построен, но здесь все понятно, все, он как бы, ясно выражена его мысль, с которой можно спорить или не спорить. Так что, наверное, в общем, у меня все, как раз я уложился. Так что приходите и поступайте в МИР-5, и будем подробно заниматься чтением текстов. Все, спасибо.